Певец, композитор, стихотворец, народный артист Украинской ССР. Николай Игнатьюк сегодня у нас в гостях. Николай Васильевич, спасибо вам огромное, что нашли время с нами встретиться. Итак, 14 сентября. У вас большой тур в Минске, концертный тур. Поводов несколько. Самый, наверное, приятный и радостный, это то, что вы решили отметить свой день рождения, 67-летие на сцене у нас в Минске. Это приятно, с чем мы вас и поздравляем. И второй, наверное, печальный, потому как анонсируется, что это будет прощание со зрителем. Вы что, уходите со сцены? Ну, в Минске. Во-первых, добрый день всем в Минске. Да, это будет, я думаю, все-таки прощальный концерт. Вот такой вот большой, сольный, прощальный, да. Мне самому немножко грустно. И я даже как бы боюсь особо психологически в эту ситуацию окунаться, потому что у меня есть такое, как бы, такое, не знаю, как сказать, свойство, может быть. Я так чувствую публику. И даже сейчас, если я как-то, и начинают меня немножко так, глаза вести себя не в самом веселом. Мы, слушатели, знаем вас, и зрители в том числе, конечно, знаем вас по многим известным хитам, которые не приедаются, а нам очень нравится. И танец на барабане, и «Птица счастья», и «Малиновый звон». Сейчас звучат они в разных интерпретациях, и в попури, и в разных аранжировках. Вот какая для вас самая знаковая? Есть здесь виды несколько. И самое интересное, что из Казахстана молодой певец, такой, ласковый май, такой, вот он такой. Ахан Атаншиев, да? Да, да, да. Он там так, значит, мне там писал это все. И я подумал, что, наверное, надо все-таки согласиться, если это его детская мечта, если это его парень прямо вот так вот вынашивает. Ну, снят же уже клип, да? Да, да, он уже вышел. Да, и, по-моему, получилось очень неплохо. Птица счастья за страшней водой, прилетела кривен звеня, Выбери меня, выбери меня, птица счастья за страшней водой. Вы с трепетом относитесь к духовной музыке, и это произошло достаточно давно, уже порядка 20 лет. Расскажите об этом поподробнее. Как раз духовная песня – это очень, очень сокровенный момент. И малейшее в ней какое-то актерство, какой-то поза, какой-то нажим – это уже не та духовная песня, которая могла быть. Поэтому с трепетом, я бы так не сказал, я бы сказал бы, с настороженностью, может, даже, с волнением за эту суть, так сказать, и содержание. Потому что, конечно, это очень важно. И это все, что мы думаем даже, да, не только говорим, а тем более поем для других – это важнейший момент. Он должен быть чистый, как, я не знаю, как сказать. Это же идет атмосфера, определенная на огромное количество людей, прямо в сердце. Это же там след какой-то, ты несешь за это, ты отвечаешь буквально за это. Это мы так думаем, песенки. На самом деле, то, что сейчас произошло с шоу-бизнесом так называемым, я не думаю, что это лучшее направление, в которое уклонился этот бизнес. Я имею в виду тексты, конечно. Я имею в виду тексты, я имею в виду, о чем люди поют, для чего они поют. Это я имею в виду. И на самом деле, это не так все просто, там, поаплодировали. Эти люди и все, и я, в первую очередь, может быть, отвечают. Мы никуда не денемся, мы за все отвечаем. Там, что ты людям поешь, куда ты их зовешь, что ты им предлагаешь. Удивительно, но вы скромный человек. То есть, вот эти атрибуты какого-то шоу-биза, как вы говорите, да, дорогие машины, какие-то безумные вещи, там, яхты, пароходы и виллы. Это не про вас вообще. Что это? Это воспитание или это склад характера вашего? А я думаю, что это дар Божий. Да. Я думаю, что Господь меня так уберегает и дает мне возможность все-таки не пропасть. Вот так. Потому что труднее слону в ушко иголки влезть, нежели богатому в Царство Небесное. Но вы счастливый человек. Конечно, конечно. И знаете почему? Потому что я понимаю, что счастье не в деньгах, да, это такая фраза. Счастье не только не в славе, а скорее наоборот. И, конечно, я счастливый человек, что я знаю, что главное. Ну, конечно, спасение души. Ведь мы здесь временно, очень временно. А там и вечно. И вот с какой мы живем, с какой готовностью душа это будет, то и место она займет. Ну, вот, коль мы в начале беседы проанонсировали то, что вы хотите объявить о прощании со зрителем, тем не менее, какой промежуточный итог своей творческой деятельности вы можете подвести? А он подведен. Да. Он подведен программой. Вот там все сказано. Все песни там не туда несут. Вот они, вот так вот. И там все сказано. И, в общем-то, почему я и хочу остановиться, потому что все, разве что повторять это. Потому что это тоже был путь. Это был путь. Вот, и что же, что же для него, что он говорит сейчас? Ну, точнее, поет. А, вот это. А, понятно. И все. Тогда напрашивается вопрос. Чем займетесь в своем творческом отпуске? Ну, это тоже, в общем-то, известно, если честно для меня. Но я не знаю, насколько это я смогу сделать. Но общими фразами я могу сказать, что, конечно, своим духовным ростом. Вот так я вам и скажу. Хотелось бы пожелать, конечно, творческого роста и творческих успехов. Но мне бы хотелось пожелать вам личного счастья. Личного счастья. И чтобы вот как раз в этом творческом отпуске у вас было время подумать о своем, чем-то личном, родном и исключительно своем. Принимается. Спасибо вам за разговор. Спасибо. Спасибо.